Всем привет! Признаемся, что не во всех играх есть хорошие концовки, но есть игры, где концовки вообще не имеют логики. Присаживайтесь, делайте кофеёк, а мы начинаем. Медлил Эрэд Шэндов от Мордор. Каждый фанат Властелина Колец в курсе, что Сауру – это самый главный плохиш в этой вымышленной вселенной. Он абсолютное зло, с которым персонажам приходится сталкиваться в фильмах и в играх, и в книгах. А теперь вопрос. Если вы собираетесь включить его в качестве последнего босса, как насчёт того, чтобы не делать его самым лёгким противником? Логика и практическая информация здесь, видимо, неприменимы. Да, с орками сражаться оказалось труднее, чем повергнуть Саурона в пучину огненную с помощью QA-TE. Кто играл, тут понял, о чём я. А мы идём дальше. Инсайды – это очень интригующая игра с фантастическим сеттингом и точечным геймплеем. Но что же произошло в конце? Почему маленький мальчик в конце концов превратился в гигантское шарообразное существо? Игра не сделала ничего, чтобы рассказать нам об этом. Инсайды закончилась без малейшего намёка на то, почему гигантская человеческая масса пыталась сбежать из того странного сооружения. Ай, какая ж это всё хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джонор, я больше не могу! Третье. А теперь игра, которую я очень люблю, но я должен это сделать. Фэбл 2. Как бы я ни относился к серии игр Фэбл, это феноменальная игра, в которой всё испортил главный злодей. Как и в любой хорошей ролевой игре, вы тратите много времени, взращивая своего персонажа, даёте ему черты и много чего другого. Вы его развиваете, развиваете его историю. И когда вся ваша работа заканчивается монологом злодея Люциана и его быстрой кончины, вам должно быть жутко обидно. А вы-то потратили так много времени на обдумывание финального босса, на финальную битву. Ну что ж, ладно, идём дальше. Понравился ли вам игровой процесс в Майорос Эджи? Если нет, это не важно. Когда речь заходит о финале, кульминации игры становится сцена на крыше, где Фэйт нужно уворачиваться от пуль, пытаться попасть в вертолёт, чтобы спасти сестру. Фэйт удаётся её освободить, после чего героини добираются до небоскрёба, обнимаются и смотрят на город. Иногда слова не нужны. Но не в данном случае, блин. После всего произошедшего, после всех моих мучений, я просто смотрю на вид на город. Серьёзно, ё-моё. Логика и практическая информация здесь видимо неприменимы. Извините, сорвался. Идём дальше. Фаркрай 5. Понимаю, без комментариев. Watch Dogs. Это в основном про то, как Эйден Пирс ищет, кому бы отомстить за гибель своей племянницы. Просто она очень не вовремя оказалась, когда на него покушались. Когда Пирс наконец находит человека, ответственного за это, вместо эпического свершения правосудия, которого мы ждали всю игру, Пирс просто взламывает его кардиостимулятор. Ой, какая ж это всё хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор. Я больше не могу. Противник живёт несколько секунд, и всё, конец игры. Как можно сломать кардиостимулятор? Что ж, это мой топ, моя подборка. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok